Время не стоит на месте и развивающийся зимний курорт, а в новогодние дни в Сочи отдохнуло свыше 500 тысяч туристов, уже требует обновления. Не все гости – Красной Поляны, лыжники и сноубордисты. Многие поднимаются, чтобы насладиться горным пейзажем. Именно для таких туристов организуют необычный зимний отдых. Это новые возможности курорта – посещение оленей фермы, хаски-парка, иглу-отеля и других объектов. На новые вызовы предприниматели отвечают, используя опыт других стран. Например, любой турист может провести ночь в снежном жилище эскимосов, то есть в иглу-отеле. Такому проекту уже 15 лет. В Сочи он стартовал в конце декабря. А существует, пока есть на поляне снег, примерно 2-3 месяца. Правда, из-за нынешней теплой зимы пришлось использовать даже искусственное оснижение. Мы создали специальные спальные системы. Они рассчитаны на минус 25 градусов. То есть это специальные кровати, устаные шкурами животных натуральной. И спальные системы рассчитаны на такую низкую температуру, хотя внутри всегда минус 1-0 градусов. Поэтому в этих спальных системах очень тепло. Новых предложений много и самых разных, вплоть до агротуризма. Виноградари Адлера готовы учить туристов искусство виноделия. Другие организуют безопасное катание на плюшках. Мы можем помочь только тем, что мы к ним привезем как можно больше туристов. Для этого мы сейчас собрали нашу экскурсионную отрасль, презентуем им эти объекты. Рекламой, как правило, служит сейчас интернет. Тем не менее, в помощи экскурсионных фирм все заинтересованы. Тем более, что предприниматели объединяются и делают либо специальные предложения для туристов, либо общий пакет развлекательных услуг на Красной Поляне. Сегодняшний диалог станет, возможно, очередной ступенькой к приятному отдыху гостей курорта, ведь Сочи снова ожидает наплыв туристов. В феврале россияне отдыхают три праздничных дня и четыре в марте. И многие уже бронируют путевки.